Кубок Новосибирской области по быстрым шахматам и блицу проходил в два этапа. В субботу и воскресенье районный дом культуры и центральная библиотека были переполнены шахматистами всех возрастов. В личном зачете играют у нас первый день быстрые шахматы, 6 турниров, мальчики до 13 лет, юноши до 18, девочки до 13 лет, девушки до 18 и отдельно мужчины, отдельно женщины. По лучшим результатам представителей от района подводится командный зачет. Турнир у нас проводится уже третий год, период пандемии он был в прошлом году сокращенный, в этом году уже проводят третий этап, четвертый будет в чистоозерном у нас в декабре месяце. Сегодня тысячи людей в нашем регионе занимаются шахматами, как на любительской, так и на профессиональной основе. Никита Жилкин из Венгеровского района играет в шахматы уже 8 лет. Впервые меня туда привела бабушка, сначала мне не очень нравилась эта игра, ну потому что мне казалось она скучной, мне всегда хотелось чего-то более подвижного, нежели шахматы. Но потом увидел, как играют мой дедушка и папа, и меня это как-то заинтересовало. Вообще, самым моим любимым контролем времени считается рапид, то есть по 10 плюс 5, 7 плюс 5 минут, потому что это тот самый контроль времени, когда ты можешь, в принципе, погрузиться в позицию, но при этом ты никуда не торопишься, то есть Блиц мне как-то не очень нравится, потому что, ну даже вот как знаменитые шахматисты, они всегда говорят, не любят Блиц, потому что, ну, некогда сосредоточиться, некогда рассмотреть позицию. В Татарском районе шахматами занимаются практически в каждой школе, но существует и определенная нехватка тренерского состава. Около 60 человек занимаются с Евгением Ивановичем Королевым. У нас тут с женщинами проблема, проблема с девушками, не играют, не хотят, женщины ссылаются на заботы семейные, все это дело, и очень тяжело вытащить кого-то, ну и, в принципе, у нас и нету женщин таких, сильных нету. По оценкам специалистов, самые сильные шахматисты региона представляют Новосибирский, Куйбышевский и Венгриевские районы, но и Татарск оказывает достойное сопротивление. С итогами соревнований вы можете ознакомиться на сайте администрации Татарского района.